Для некоторых давних подписчиков сегодняшний антураж достаточно ностальгический. Вообще, сегодня я хочу сделать ностальгическое видео. Это iPhone 11 Pro Max, огромная, увесистая, функциональная, правда, со звездочкой, но детина. Это iPhone первого поколения, iPhone 2G, телефон, который, по сути, собою начал революцию на поприще мобильной электроники. Я знал то, что он маленький, но не ожидал, что настолько. Да, за это время контент изменился, восприятие контента поменялось, мы начали больше пользоваться телефонами, это стали полноценные устройства, незаменимые, через которые мы выстраиваем свою жизнь, и они не могут быть больше такой диагонали. Держать его в руке, конечно, гораздо удобнее, чем эту бандуру, ты покрываешь всю плоскость экрана своим пальцем, но печатать на нем, смотреть видео на нем, серфить и нет, переписываться, нет. В это сложно поверить, но между ними 13 лет разницы, с момента выхода этого телефона уже успел вырасти человек, начать донатить в Fortnite, жрать всякие вещества, совокупляться, слушать русский рэп, в общем, полноценная личность выросла. До чего же быстро летит время? Это фантастическое устройство, без ложных комплиментов, телефон, задавший тренд на ближайшие 13 лет. По сути, с момента выхода этого телефона телефоны не менялись, изменялись камерные модули, изменялась мощность, изменялись экраны, все что угодно изменялось, но сама концепция плоского сенсорного экрана, вытянутый прямоугольный корпус, это не поменялось. Только сейчас со стороны Huawei и Samsung начались маленькие шажочки в сторону чего-то нового, я говорю про гибкие смартфоны, а так в целом все то же самое осталось, ничего не поменялось. Контент, сервисы, приложения, App Store, который здесь появился, его, кстати, сначала не было, но в принципе App Store, это тоже абсолютная революция. Услуги, билеты, еда, путешествия, знакомства, все через приложение. Это максимально удивительный телефон, он сочетал в себе прорывную революционность и ужасающую допотопность, но давайте сперва о хорошем. И это я про рекламу. Не ожидали? На примере спонсора сегодняшнего видео можно понять, насколько порой конкуренция заставляет угождать своим клиентам. Тинькофф банк и его дебетовая или дебетовая в любом случае не кредитная. Эта карта столько предлагает, что это сложно запомнить без бумажки. 5% годовых на остаток по счету, который приходит тебе каждый месяц. 1% кэшбэков со всех покупок, 5% на выбранные тобой категории и до 30% у кучи партнеров банка, среди которых магазины электроники, сервисы, куча всего другого, при этом кэшбэк рублями. Снятие наличных в любом банкомате мира без комиссии. Ходишь с друзьями в кино или на концерты, при покупке билетов через приложение Тинькофф кэшбэк 15%. Даже не думай покупать билеты друзьям, а себе оставлять 15%. Это петушиный поступок. Удобный перевод на карту любого банка просто по номеру телефона. Кстати, далеко не каждый американский или европейский банк так умеет. Твою карту тебе привезут когда угодно и куда угодно. Она уникальна еще тем, что у нее нет цифр спереди. Да и вообще она довольно стильная. Это функциональный и удобный банк. Оформь карту по ссылке в описании, потрать по ней от 5000 рублей в течение месяца, на все что угодно и 1000 рублей получишь обратно. Ссылка в описании. Впервые этот телефон я увидел, точнее я узнал о нем, когда моя одноклассница его принесла в школу. Хотя я и всегда интересовался мобильными технологиями, я бегал по магазинам техники, собирал эти буклетики. Да, уже это не все понимают. Только благодаря Apple мы сегодня приходим в магазины техники и можем их полапать, потому что Apple Store в свое время тоже был еще той революцией. Джобс максимально преобразил концепцию точек розничной торговли. Раньше, чтобы потрогать телефон, ты должен был убедить консультанта, что ты его купишь. И чтобы он приходил с ключиком и доставал его с витрины. Сегодня, когда я прихожу в магазин и вижу Galaxy Fold, раскладывающийся за витриной, мне дико, я хочу его полапать. Почему я не могу этого сделать? Когда она с ним пришла в школу, у всех были Ноки, Сони Эрикссоны, Симмонсы, Моторолы... Никого почти не осталось. За исключением, кстати, Моторол, но Ноки в принципе тоже, но там совсем печально. Вроде как у Моторолы дела получше. Вообще, кстати, если опираться на теорию эффекта бабочки, именно благодаря Моторолу сегодняшние телефоны выглядят так, как они выглядят. Причем я не про раннюю Моторолу со всеми ее революциями в сфере связи и так далее, а про позднюю, когда и начался закат. Ведь по сути, именно на, правда, не совсем единоличной, но все же мотороловской неудаче, абсюре конкретном, есть теперь вот это. О чем я говорю? Середина двухтысячных. Одним из самых продаваемых продуктов Apple является iPod, но аналитики и Jobs в том числе прекрасно понимают, что вскоре плееры будут интегрированы в телефон и последние умрут за ненадобностью. Apple начали активно предпринимать попытки осваивать мобильный рынок. Опыта на этом поприще не было, поэтому сперва была просто идея интегрировать телефон в уже существующий iPod, где набор текста и номера выполнялся бы через колесико. Проект назывался Purple One, но дальше патентов он не ушел. Вдобавок, для того, чтобы на тот момент выйти на американский рынок, нужна была поддержка сотовых операторов, потому очень важно заручиться поддержкой оператора, чтобы твои телефоны продавались у них в магазинах. И с зеленой, в этом деле, конечно же, компанией они бы вряд ли сотрудничали, поэтому нужна была опора на какой-то известный бренд и именно Моторола. Именно в коллаборации с Моторола Apple выпустили печально известный Моторола Rocker. Этому телефону Apple предоставили доступ к iTunes, у Моторола же создало специальную оболочку, но все провалилось. Популярности телефон не сыскал. На мой взгляд, это было шикарное устройство с интересным дизайном. Soft-touch пластик, увесистый, качественная сборка. Динамик мог переключать кого угодно. Он был очень громкий, а на тот момент это был крайне важный параметр. Сегодня динамик в телефоне, конечно, важен, чтобы там было стерео, чтобы было хорошее звучание, чтобы смотреть ролики на YouTube, но тогда главный параметр была громкость, чтобы слушать музяку. Все школьники ходили, слушали музыку через телефон, и был круче тот, у кого было громче. А сегодня же, господи, спасибо, используют наушники. Я вообще считаю, что музыка, это как нижнее белье. Это крайне личное интимное дело, если кому-то его и показывать, то только очень близким. Помните это, когда включаете музыку в машине, открываете окна. Помните это, когда ходите с колонкой по улице. Музыка это слишком индивидуальная вещь, и скорее всего, ваша музыка говно. И в принципе, учитывая, что вы уже включили музыку, и все ее слышат вокруг, ваш культурный уровень становится понятным, и опираясь на него, ваша музыка тем более говно, я это говорю точно. Не надо отравлять жизнь окружающих своим дурным вкусом. Негласные правила моего личного аудиоэтикета. Назову его так. Короче, к сожалению, телефон обосрался, и впоследствии, Apple начали разработку собственного телефона. Вообще, Apple давно задумывались об этом, еще начиная с 80-х годов. В частности, у Apple есть патенты на это. Полагаю, даже для 85-го года это ноу-хау было бы странным. Параллельно с этим, Apple покупает компанию Fingerworks, которая занималась технологиями распознавания человеческих жестов компьютерами. В том числе, эта компания имела патенты на мультитач-технологию. С помощью сенсорной панели можно было управлять компьютером пальцами, и Джобс, незамедлительно поняв, что за этим будущее, приказал интегрировать это в телефон. Да, многие прорывные революционные технологии на самом деле компании не выдумывали, а лишь их преобразили, просто выкупив компании, которые это придумали. Кстати, Siri, которую Apple купили, и кучу всего другого, это тоже касается. Огромные компании сегодня не играются в инновации, потому что это очень рискованно, убыточно, гораздо проще купить какой-нибудь стартап в силиконовой долине за пару десятков миллионов долларов, и все. Два с половиной года и 130 миллионов долларов были потрачены на разработку этого телефона. Знали бы эти люди тогда, насколько сильно они изменят этот мир? Знали бы эти люди тогда, что вскоре они будут делать подставку для монитора за 80 тысяч рублей, специально рвущиеся кабели, разлагающиеся наушники и делать миллиарды на переходниках. Конечно, не знали. Так вот, приходит одноклассница с этим телефоном, ее отец тогда работал барыгой на одесском радиорынке, абсолютно вся техника у него была и появлялась раньше всех других. Кстати, благодаря ней я познакомился с китайскими подделками на Nokia, Nokia, как они только не назывались, с антеннами, с телевизором, с пятью сим-картами. Как же сильно преобразился Китай за последние 13 лет при Си Цзепине? Гуляла тогда фраза «China сделана случайно». Сегодня китайские производители, во-первых, вровень со всеми солидными производителями, так еще и солидные производители периодически в роли догоняющих. А, кстати, сегодня Китай борется с этим стереотипом «Made in China» и уже пишут «Made in PRC». Так называемый ребрендинг. Так вот, возвращаясь к истории, она его притаскивает в класс и весь класс словно стая тайских обезьян, накидывающихся на туристов с вопросами «Шо это такое?» Никакой аналогии в мире невозможно было описать наше изумление и удивление от увиденного. Какой у него гигантский, огромный, просто, сенсорный, без какого-либо стилуса работающий экран. Это фантастика. Это как? Тонющий, естественно, по тем меркам корпус, выполненный в приятном холодном металле. Это глянцевая алюминиевая окантовка вокруг экрана. Как же премиально и дорого он выглядел, в особенности на фоне всех телефонов в классе. Он и был самым дорогим телефоном в классе. По тем меркам он стоил... Сколько? 600 долларов стоил. Топовый Sony Ericsson или Nokia можно было купить за баксов 350. Этот стоил 600. Кстати, именно из-за его цены ему и пророчили провал всякие аналитики, и журналисты, они в итоге обосрались. Слайд ту анлок. Она когда открывала камеру, я увидел анимацию затвора раскрывающегося. Мы были в шоке от скивоморфизма, от дружелюбности этого интерфейса, от этих иконок, как они перелистывались пальцем. Ну, это сейчас настолько привычно, но тогда у людей были кнопочные телефоны. Но эйфория проходит быстро, что значит на нем нельзя менять обои. Это как? У меня на Nokia 100 тем, а здесь даже обои поменять нельзя. Тема уж тем более. Это как? Ты же сейчас шутишь, да? Он не снимает видео. Когда китайские даже телефоны это умели делать. Серьезно? Сейчас представьте гнев, ярость, непонимание и разочарование по тем меркам. Где инфракрасный порт? Где блютуз? Как сюда перекинуть видосик? Музяку? Картинку? Как сюда закачать Gravity DeFi? Бонс? Или Принца Перси? В смысле нельзя? Как на него закинуть файл? Как с него перекинуть файл? Что такое тунец? В общем, логотип в виде огрызка мне показался весьма символизирующим и на айфоны я забил. Я подумал, что это супернишевый дорогой телефон, который купит только ебанутый. Типа Верту приблуда для мажоров. Но спустя несколько лет я покупаю айфон 4 и старожилы моего канала прекрасно понимают, почему он не в лучшей кондиции. Возвращаясь к эффекту бабочки, если бы не конкретно этот телефон, у меня бы не было канала на ютубе. Если коротко, то я экспериментировал с ремонтом телефонов, я менял экраны, батареи, корпуса и еще куча всего другого и решил записывать про это видосы, гайды и вот во что оно превратилось. Четверка у меня появилась тогда, когда я еще был школьником и тогда я думал, что я буду зарабатывать тем, что буду ремонтировать телефоны. Я думал там открывать всякие сервисы и мне казалось, что это мое дело. За исключением, конечно же, первого айфона из всего модельного ряда айфонов это самый влиятельный и важный аппарат. И я считаю, что он заслуживает отдельного ролика. Если вам интересно, обязательно ставьте лайк, потому что рассказывать об этом телефоне можно больше, чем про какой-либо из айфонов. Попал мне в руки этот телефон, но он не совсем в оригинальном виде, потому что здесь сменены обои. Отсюда можно снимать видео, потому что здесь установлен джилбрейк. Кстати, позднее Apple дали разрешение на приложения, с помощью которых можно было снимать видео, которые продавались платно. И как бы джилбрейк был уже не нужен, но нет, джилбрейк нужен был всегда. Потому что джилбрейк, CD, ее репозиторий, это всегда была открытая книга для Apple. Откуда они своровали абсолютно все сегодняшние идеи iOS. Абсолютно все и даже намного больше было в CD. Кстати говоря, у меня на айфоне четвертом была Siri. Хотя она якобы была доступна на айфон 4S, но это скорее всего был просто маркетинговый ход. После того, как я набаловался твиками, CD, джилбрейками и так далее, я понял, насколько Apple сдерживает технологии, чтобы потом их продавать в новых устройствах. В этом телефоне изначально не было видеокамеры, хотя все телефоны тогда уже снимали. Но зато с какой помпезностью они объявили, что теперь можно снимать видео. Apple никогда не меняется. На западном YouTube есть несколько роликов, где сравнивают камеры айфона первого поколения и самого последнего. И результаты были там настолько удивительны, что я решил это проверить лично. 2-мегапиксельный камерный модуль без автофокуса, без оптической стабилизации 2007 года против 12-мегапиксельного 2019-го. Разница на самом деле в 12 лет, почему-то говорю в 13, 11-й это вышел в прошлом году. Вообще забавно, из каких соображений он не записывал видео, причем не только он, 3G тоже не записывал. Это только 3GS в 2009 году. Ни слова о камере на презентации iPhone 3G не было, они говорили про 3G, GPS, аккумулятор, но не про камеру. Сегодня камера это важнейший атрибут флагманского телефона и большую часть времени презентации говорят только о ней. Разница, конечно, сумасшедшая. Иногда, чтобы понять, насколько далеко ты ушел, необходимо вернуться назад. Я дал фору, сравнивая при ярком солнце, в помещении ему гораздо сложнее. Вообще, несмотря на многие революционные решения, iPhone 2G, в особенности своей системой, сильно уступал конкурентам. В нем не было копирования вставки текста, установки сторонних приложений, GPS, 3G. Даже по тем меркам у него была не лучшая камера, короче, весьма противоречивый аппарат. Но он показал миру резистивный сенсорный экран, мультитач-технологию, увеличение фотографий, страницы в интернете. Когда-то это приходилось делать через настройки браузера. В связи с этим у меня назрел вопрос. В наше время мы окружены всевозможными технологиями и принимаем как должное их возможности и требования. Когда-то нам казалось абсолютной нормой использования стилуса. Мы не подозревали, что что-то не так, что можно как-то иначе. Так вот, на какую технологию или манипуляцию с ней спустя время мы будем смотреть так же, как сегодня смотрим на стилус. Напишите в комментариях. На этом у меня все. Я вообще думаю развивать дальше формат видео про ретро-технику, рассказывать больше про ее историю. Поэтому пишите ваши мысли и критику по этому поводу.